На аэродроме в Энгельсе сегодня ночью произошли хлопки, взрывы, есть повреждения. Российские средства массовой информации говорят о том, что сначала говорили, что якобы украинский беспилотник, который был вроде бы как сбит, потом про беспилотник забыли, сказали, что у него были две ракеты, он их выпустил, одна попала в объект, погибло три военнослужащих, ранено четверо. Но взрыв, скажу вам, судя по видеозаписям, взрыв был очень сильный, во что-то попали, такое кто попал, тоже пока непонятно, и какие конечные повреждения, об этом мы еще будем говорить, там есть уже в комментариях описание более подробное, не знаю, насколько оно оправдиво, но я вам его в конце этого видео зачитаю, что пишут местные о том, что произошло на этом аэродроме. Курская область, воздушная тревога в течение дня и слышно хлопки, Белгородская область, воздушная тревога, слышно хлопки, что там и где хлопало сейчас уточняют, пока более подробной информации про Курскую и Белгородскую область на данный момент еще нету. Ну а Энгельс, я напомню, это порядка 800 километров от границы Украины, поэтому и примерно такая же ситуация была 5 декабря, то есть 20 дней, ровно 20, почти ровно 20 дней назад, 21, да, произошло аналогичное событие. С чем это связано и где российское ПВО, кстати, россияне опять там задают этот главный вопрос, где российское ПВО, что и как могло пролететь на территории Российской Федерации и ударить по, кстати, один из самых важных аэродромов, аэродром базирования стратегической авиации, аэродром, на котором сегодня сосредоточено почти все, что может летать именно из дальней стратегической авиации, это Ту-95 и Ту-160. Ну посмотрим, как будет развиваться событие дальше, какие повреждения получил аэродром. Ну, кстати, в российских средствах массовой информации промелькнула еще более обновленная информация, что вот эта ракета, которую якобы выпустил беспилотник, она повредила пункт управления вот этой военно-воздушной базой, или базой воздушно-космических войск Российской Федерации. Насколько это соответствует действительности, я думаю, мы узнаем чуть позже. Я больше чем уверен, что через день-два появятся спутниковые снимки, типа компании Миракс, которая опубликует их, и тогда уже все там с лупой в руках смогут внимательно рассмотреть, сделать свои выводы и дать оценку тому, что там произошло. Так что пока ждем уточняющей информации. И сегодня она в конце выпуска будет. В Мочулищах, да, я вчера оговорился, аэродрома в Мочулинцах нет. Такого есть Мочулище. Вчера сгорел МиГ-31К, носитель ракеты «Кинжал». Ну, вообще, если очень глубоко покопаться в интернете, то можно найти такие данные, что под проект «Кинжал» Российская Федерация переоборудовала два самолета Ту-22М3, но почему-то их как бы не используют для запуска в этих ракет, что-то там у них не пошло. А вот МиГ-31К было переоборудовано четыре машины под запуск вот этой ракеты «Кинжал». Причем изначально предполагалось, что ракет на каждом самолете будет три. Одна под фюзеляжем, две на крыльях. Но на сегодняшний день самолеты могут поднимать только по одной ракете у себя под фюзеляжем. Так вот, интересная история с этими МиГами. Изначально в Беларусь прилетело три МиГа. И они базировались, кстати, на этом же, в Мочулищах аэродроме. Потом месяц назад их решили перегнать, кстати, даже меньше, когда были хлопки на аэродромах в Рязани и в Энгельсе, вот тогда их решили перегнать на север, где-то в Мурминскую область. В результате три улетело, один разбили, он упал возле аэродрома, два долетело. Потом они вернули в Белоруссию, вернули три. То есть, я так понимаю, четвертый был отремонтирован, и пригнали, в Белоруссии находятся три. Но два поднимаются в воздух, а третий как-то летает намного меньше. Согласно наблюдению белорусских партизан, он меньше вылетает. И вот в результате вчера на одном из самолетов, кстати, тот, который меньше всех летал, при попытке его использовать, поднять в воздух, у него загорелся двигатель. Теперь он долго не может летать. То есть, осталось два МиГа, которые могут нести вот эту ракету, ракету Кинжал. Он выведен из строя, ну, во всяком случае, не сможет летать в ближайшее время. Каковы повреждения, сказать пока сложно. Посмотрим, может быть, белорусские партизаны нам что-то уточнят. Ну, российское командование решает вопросы обороны. Мы так понимаем, что вооруженные силы России будут переходить к стратегической обороне. У них нет другого выхода. Они исчерпали весь наступательный потенциал. Им нужна стратегическая оборона для того, чтобы хотя бы хоть как-то снизить интенсивность боевых действий с нашей стороны. Так вот, вчера в районе Херсона на левом берегу командование Южного военного округа вооруженных сил Российской Федерации и проводила совещание, я так понимаю, это выездная какая-то коллегия была у них в плане, наверное, организации обороны левого берега. Там присутствовали офицеры генерального штаба российских вооруженных сил. Но наша разведка сработала великолепно и в результате этого совещания не закончилось добром. Мы накрыли их нашей артиллерией. На сегодняшний день есть данные, что только раненых более 70 человек из числа вот этих вот старших и высших офицеров, которые находились на этом совещании. Совещание проходило, ну для того, чтобы понимали, особенно те, кто знает местность, совещание проходило в районе населенного пункта Забарина Херсонской области. Там находился штаб российских оккупационных войск и проводилось вот это совещание. Количество погибших в ходе этого обстрела на данный момент уточняется. Ну, скажу так, что более 70 раненых это уже потери сумасшедшие, особенно для руководства Южного военного округа и руководства, которое прибыло из генерального штаба из Москвы. Сегодня очень важный день для Украины в Организации Объединенных Наций. Как сказал Дмитрий Кулеба, наш министр иностранных дел, Украина сегодня выступит с предложением об исключении России из Совета Безопасности ООН. Впервые этот вопрос будет поднят официально на просторах ООН. Какое это будет иметь продолжение или какие будут иметь последствия, мы об этом узнаем только позже. Но, тем не менее, это впервые в истории Объединенных Наций ставится вопрос об исключении России из какой-либо организации, точнее из какого-либо подразделения ООН. Тем более Совета Безопасности ООН. Как сказал Кулеба, мы официально выступим с такой позиции. У нас вопрос очень простой. Имеет ли право Россия оставаться постоянным членом Совета Безопасности ООН и быть в Организации Объединенных Наций вообще? У нас есть убедительный и аргументированный ответ. Нет, не может. А это, кстати, вот то, что, помните, я вам говорил несколько месяцев назад, поучаствовать во флешмобе «Гейгеть Россию из ООН». Как выяснилось, секретариат ООН скрывает, я просто напомню суть, секретариат ООН под грифом секретности скрывает документы, на основании которых Россия зарегистрирована как страна ООН. Есть подозрение, что Россия никогда не проходила процедуру входа в ООН, а просто поменяв табличку, она использует юридическую базу Советского Союза. Хотя, допустим, другие страны, которые представлены, Украина, представлена ООН, мы прошли перерегистрацию, и мы являемся как независимое государство Украины, официальным членом ООН ООН. Мы эту процедуру прошли, Россия эту процедуру не проходила никогда. В Соединенных Штатах раздаются голоса о том, что если со стороны Белоруссии прилетит хоть что-нибудь, снаряд, ракета, не дай бог, то Украина имеет полное право ответить всей своей огневой мощью, которая у нас есть, на вот эти прилеты со стороны Белоруссии. Я думаю, очень своевременное и очень правильное заявление в том контексте, что сейчас Путин продолжает беспрецедентное, на мой взгляд, давление на Лукашенко для того, чтобы тот отдал приказ на вступление белорусской армии в войну против Украины на стороне Российской Федерации. Поэтому пусть белорусы лишний раз задумаются, что прилетит ответка или не прилетит ответка, будет война на нашей территории или она затронет территорию Белоруссии. Да, если армия Белоруссии вступит, я считаю, что надо будет, мы имеем, во-первых, полное право, согласно законов и обычаев ведения войны, имеем полное право поражать противника на его территории, на всю глубину досягаемости наших огневых средств. Так что отвечать будем. В Санкт-Петербурге сегодня проходит саммит глав СНГ. Он неформальный, или, правильнее сказать, будет проходить в неформальном формате, может быть, тавтологический, тавтология получится, но тем не менее. Дело в том, что он недавно проходил саммит СНГ, там решались какие-то вопросы, ни до чего они не договорились, почти разругались, потому что каждый и саммит ОДКБ был провальный, и саммит по безопасности в азиатском регионе был провальный. Но Путину надо показать всему миру, что он хоть с кем-то рукопожимаемый, и хоть он имеет хоть какой-то политический вес, ну хотя бы на просторах бывшего Советского Союза. Почему? Потому что Путин всегда подчеркивал, что территория бывшего Советского Союза – это сфера, первоочередная сфера влияния Российской Федерации. Так вот, он собрал вот этот неформальный саммит, приехали главы Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана, Узбекистана и Армении. У Путина несколько задач. Ну, по выводам политологов и аналитиков, Путин будет преследовать, первое, показать себя главным среди всех приглашенных и готовым решать любые вопросы на территории СНГ. Мы, кстати, официально Украина не входит, никогда не входила, мы так и не ретифицировали ни один документ, ничего не подписывали. Нас, как бы, причисляли очень долго, даже нам предоставляли, при Януковиче, по-моему, нам предоставляли место, типа, порулить этим кораблем, на что Украина отказалась, сказала, не-не-не, мы в этом не участвуем. А, в принципе, вот буквально перед началом войны мы оформили все документы по полному выходу и разрыву всех связей с такой организацией, как СНГ, Союз Независимых Государств. Так вот, он хочет показать, что он еще что-то может решать на территории этой СНГ. И, по идее, он собрал их, чтобы они ему все поклонились. Кстати, посмотрим, как они это сделают. Дожать Лукашенко к участию в войне с Украиной, это, ну, это мечта, мечта Путина, чтобы белорусская армия взяла на себя часть военных задач против Украины. Хотя, я думаю, что, на мой взгляд, на сегодняшний день уже для белорусской армии это будет первая и последняя задача, которую она получит или попытается выполнить. Дальше, вместе с Алиевом и с благословением Эрдогана продавить мирный план Азербайджана. Ну, там есть очень большие расхождения у Пашиняна и Алиева. Они абсолютно по-разному видят вопрос урегулирования, мирного урегулирования вот этой Нагорно-Карабахской проблемы. Там главный вопрос упирается вот в эти коридоры, статусе этих территорий, гуманитарные коридоры. Азербайджану нужен коридор в Нахичевань, Армении нужен коридор в Карабах. При этом Азербайджан считает, что Карабаху это вообще территория, которая не должна существовать с таким названием, что это просто территория Азербайджана. И все проживающие там граждане должны иметь азербайджанское гражданство. Ну, и вот Пашинян, кстати, грозился даже выйти из ОДКБ. Почему? Потому что его не удовлетворяет позиция России и выполнение ею своих обязательств, которые прописаны в трехстороннем соглашении о прекращении огня в 2020 году. Кстати, Алиева то же самое. Полностью не устраивает поведение России из-за невыполнения России, опять же, тех обязательств, которые она письменно на себя взяла и подписалась под этими обязательствами. Ну, и еще одна цель этого саммита, скорее всего, как считают многие аналитики, это оставить за собой влияние на Казахстан, который уходит все больше и больше к Китаю. Ну, здесь, я думаю, Путин однозначно ошибся и промахнулся, потому что, ну, все-таки Китай, на мой взгляд, для Казахстана будет более привлекательным партнером, нежели Российская Федерация с ее такой очень сильно подмоченной репутацией на сегодняшний день. Ну, это, если так мягко выразиться. Ну, и еще одна новость на Пасашок, которая порадует нас, украинцев и тех, кто нас поддерживает и нам сочувствует. Дело в том, что мы с вами неоднократно обсуждали о том, что сейчас идет, ну, я бы сказал, наверное, идет такая гонка, кто быстрее и лучше сделает беспилотник. Ударный беспилотник на большой радиус действия. Помните, у нас вот в предыдущей неделе Укроборонпром там показывал и Сокол-300, потом вспоминали мы Лелеку, наш беспилотник. Потом говорилось, что есть несколько частных компаний, которые тоже пытаются делать эти беспилотники. Так вот, помните, да, что сооснователь у нас Монобанка, он взялся за разработку беспилотников. Я не знаю, они там проводили, по-моему, даже сбор денег на это еще дополнительно. Так вот, они сейчас разрабатывают беспилотник под названием Довбуш Т-10. И вот этот Довбуш Т-10, тут вопрос вот в чем. Он, дальность 400-600 километров, предполагаемое его применение, но они позиционируют его как высокоточное оружие. То есть, у него будет коэффициент кругового отклонения будет 1-2 метра на дальности, допустим, 400-600 километров. Плюс, а это уже говорит совсем о другом. Это говорит о том, что Украина, обладая таким оружием, уходит в высшую лигу государств по высокоточному вооружению. Вот Хаймарс, наши, нас полностью ставят в эту высшую лигу по своей точности нанесения огневых ударов. Вот, поэтому, ну, будем только рады. И они говорят, что они уже сегодня выпускают, передают их ВСУ, бесплатно отдают. Это волонтерская помощь вооруженным силам Украины. Причем он может быть как разведывательный, так и ударный, и разведывательно-ударный беспилотник. Может контролировать местность, там пока точных характеристик нету. Но, я так понимаю, что практически там очень большое время пребывания в воздухе у этого беспилотника. Ну, посмотрим, дай бог ему в добрый путь. И они говорят, что могут разогнать мощности своих производств до 10 беспилотников в сутки. Вот, и это просто было бы немыслимо, в такое количество наладить производство при таких объемах производства. Это было бы очень хорошо. То есть, практически, и эти 10 штук, допустим, они каждый день, поступая в вооруженные силы, могли бы наносить огневое поражение. Причем, как в ближней глубине, так и на глубину там 300, 400, точнее 600 километров. Хотя, они понимают, что на сегодняшний день нужно где-то 500-600 беспилотников производить в месяц, для того, чтобы вооруженные силы Украины чувствовали себя более-менее уверены. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok